здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите новости skyway в которых мы рассказываем вам разработках и внедрение прорывных транспортных технологий сегодня мы беседуем с антоном ивановым инженером конструктором первой категории конструкторского бюро шасси который является ведущим конструктором по изделии которые будоражат давно умы всех сторонников нашего проекта под названием юний байк здравствуйте я совершенно не преувеличиваю в интернете развернулась обсуждение будет ли показана юний байк в апреле во время кофе 100 или нет также обсуждают вопрос что его приберегут для того чтобы показать чуть позже но чтобы эффект был больше на выставки на транс в германии все вот эти вопросы хотелось бы приоткрыть для наших зрителей но для начала хотелось бы познакомиться с вами поближе расскажите вкратце какое у вас образование и опыт работы по образованию я инженер электромеханик заканчивал наш политехнический институт это белорусский международная аудитория у нас партнеры в 47 странах мира белорусский национальный технический университет по специальности робототехника наверно мне это позволяет где-то ориентироваться и в механике и в электронике программирование возможно это вот какой-то некая универсальность может где-то не глубокость где-то универсальность позволяет охватывать широкий спектр вопросов а какой у вас опыт работы был до того как вы пришли в проект я работал вот уже до skyway получается 9 лет на предприятиях машиностроительного профиля это сборочное оборудование для микроэлектроники очень заготочное и также рентгеновские сканеры человека в полный рост это на другом предприятии шабанах наверное да я тоже на этом предприятии работала на время прекрасно опыт у вас я вижу подходящий для нашего проекта как вы попали в него каким образом вы открыли для себя skyway струнные технологии я одно время занимался работой по фрилансу и главный конструктор skyway как-то вот нашел меня и предложил рассмотреть участие в этом проекте я в то время как-то даже не планировал идти на постоянную работу но тем не менее проект анатолий эдуардович я о нем слышал раньше он не был интересен да но это предложение поступило я решил почему бы нет все ясно но я рад что вы с нами остались в конце концов и давайте теперь подойдем все-таки главной теме нашей беседы к юнибайку что же это за транспортное средство такое что в нем оригинального интересного я думаю лучше вас никто не расскажет давайте попробуем и не байк это небольшое маленькое транспортное средство фитнес транспорта в чем фитнес он оснащен скажем так педальными узлами или то есть это тот же велосипед который поэтому и байк да поэтому как собственно взяли название байк то есть сейчас развивается мода на фитнес-движение велодвижение то есть экологичность и вот в этих трендах и и по сути развивается юнибайк то есть это транспорт который позволяет вам достаточно экологично перемещаться по городу в пригороде и в то же время осуществлять какую-то фитнес тренировку для себя причем как я понимаю позитив в этом тот что находясь на определенной высоте ты не дышишь всеми этими выхлопными газами даже если под тобой какое-то осуществляется движение на существующих уже автомагистралях совершенно верно я думаю тут плюсов достаточно много то есть при том что мы имеем такой же фитнес как на велосипеде да мы имеем кучу преимуществ от автомобильных скажем так это вот защита от внешних условий дождь ветер солнце пыль да вот мы этим не дышим имеем тот же комфорт потому что юнибайк оснащен кондиционером вот но еще плюсы над автомобилем то что да мы этим по второму уровню над пробками над светофорами и кроме того мы свободны что мы едем на автопилоте не отвлекаемся на управление то есть это позволяет как бы отдыхать телом и душой да хотя тело наоборот трудится это при а вот если захотелось телом отдохнуть каким образом это можно сделать покрутил ты надоело тебе заниматься фитнесом снял ноги с педалей и что дальше как происходит дальше движение движение происходит любом случае автоматически то есть кроме ног есть еще движитель какой-то в юнибайк да 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 и не байк движется от мотора колес которые запитываются от аккумуляторов вот от педалей пассажиры осуществляют свою фитнес тренировку осуществляют еще до зарядку к наших аккумуляторов то есть действует как динамо машина там а каким образом происходит сочетание вот я себе с трудом представляю или ты крутишь или мотор если и ты и он то есть есть какое-то интересное устройство которое сопрягает эти два движителя скажем так и ноги и электромотор наша система управления все это позволяет то есть мы едем от аккумуляторов параллельно есть так называемая battery management system система зарядки батареи которая управляет зарядом их от велогенераторов при этом пассажир может выставлять удобную приемлемую для себя нагрузку которую хочет иметь на педалях поэтому там все будет регулируем управляем и еще один плюс какой я вижу это экономия на абонементе в спортзал да безусловно и и абонемент спортзал но и не забывайте время то есть вы там скажем едите на работу быстро достаточно вместе с этим тренируетесь не тратя время на спортзал вот и можете там например еще почитать утренние новости в интернете которым тоже будет оснащен и не байк конечно же да выглядит впечатляюще действительно похоже на светлое будущее которое вот уже совсем рядом благодаря таким специалистам как вы антон можно ли что нибудь уже посмотреть пощупать руками если есть такая возможность наверное уже кое-что можно дело в том что сейчас идет активно нас подготовка к сборке производства и подготовка к сборке юнибайка работы активно ведутся что-то еще в производстве но кое-что уже сделано из покупных изделий кое-что закуплено что вот пожалуй сегодня можно увидеть велогенераторы которые будут применяться на юнибайке а также моторы которые будут оттяговые моторы которые будут приводить его в движение прежде чем мы пойдем большое спасибо за предложение обязательно мы сейчас посмотрим на все это все-таки когда не наша съемочная группа а все желающие смогут увидеть юнибайк будет ли это в апреле будет ли это в сентябре могли бы вы сказать или это не от вас зависит зависит от нашей команды я думаю от всех конечно фактор времени никто не изменял и в апреле возможно мы в апреле наверное не получится в полной красе показать юнибайк однако к сентябрю я думаю мы сделаем его таким каким мы вам его сейчас нарисовали то есть красивым экономичным со всеми приятными фишечками такой транспорт гаджет велосипед со всеми удобствами даже кондиционером даже кондиционером а музыка будет чудесно ну давайте пройдем посмотрим что вы имеете нам показать давайте так антон ну давайте показываете что обещали хвастайтесь своими артефактами так здесь мы видим наши моторы которые предназначены для мотор колес и не байка вот а там вы видите вот вдалеке это мотор в сборе лежит далеке специально чтобы я до него не добрался чтобы нам что не мешало не мешал работе даже вот тут в разобранном виде они собрали мотор вот он бесщеточный мотор его статор его ротор на редкоземельных магнитах мотор аксиальной конструкции очень все компактно при этом обеспечивается высокая мощность номинально от трех киловатт как-то вот так мотор колесо что это такое это мотор по мотор который для мотор колеса то есть мотор колесо это единый модуль в котором и мотор колесо объединены в одну сборку что позволяет без передавать механическую энергию без трансмиссии вас мотора на колесо то есть это с потерей мощности без потери мощности без коробки передач всяких там максимальный 2 карданов все ясно как на белазе это же работа на то есть есть дизельная электростанция которая передает электроэнергию на моторы которые вращают колеса вокруг самих себя а вот это что такое скажите интересные какие-то штучки похоже на эти самые подшипники как что-то похожее это скажем так относится некий не байку это заготовки для буду для моторов юнибусов наверно об этом чуть позже она случайно тут затесалась утро какие-то секреты спрячем спрячем так хорошо очень приятно а на том столе я вижу еще на этом можем взглянуть на велогенератор который будет использоваться на спине байки то есть это первый вариант движение с помощью электромотора на том столе мы сможем увидеть второй вариант движения генератор для зарядки батарей от педалей до дают работать хорошо давайте посмотрим на него что здесь расположена скажите пожалуйста вот собственно мотор который выступает генератором в нашем скажем так велогенераторе да то есть вот достаточно компактный тоже мотор однако мощность к мороз следует сказать тем кто тоже не совсем высшее образование получил что генератору когда он скажем так работает в определенном режиме может быть мотором а мотор также генератор совершенно верно электрическая машина она обратимая то есть это что означает что можно подавать электрическую энергию снимать механическую мощность вращая вал с вращаемого вала либо наоборот наоборот можем вращать вал получать электрическую энергию до года вход и выход меняются местами совершенно верно Таким образом, отсоединяя педали, мы получаем таким образом велогенератор. Человек вращает педали, мощность передается на мотор, и уже электрическая энергия поступает на батареи. Мощности мотора достаточно, чтобы и... В смысле генератора? Ну, выступающего в роли генератора. Велогенератора, да. Дать хорошую нагрузку и такому крепкому спортсмену, в то же время его может крутить и подросток. А может человек, пользуясь только мускульной силой, передвигаться на юнибайке, не используя того мотора, электромотора, который мы сейчас смотрели? Достаточно ли этого будет? Нет, по данной концепции этого недостаточно, то есть все равно должна быть передача через батареи. Однако, можно сказать так, что если скорость юнибайка немного ограничить, то можно ехать только за счет энергии от мускульной силы. Вот следующий вопрос сразу же. А какова скорость юнибайка? Скорость юнибайка может быть достаточно высокая, там до 120 км в час. А чисто на мускульной силе? Чисто на мускульной силе где-нибудь 70-80. А сколько человек в юнибайке? По нашей текущей разработке два человека. Может крутить один, могут крутить оба? Да, совершенно верно. Все ясно. Независимо от тандем. Да. Спасибо большое, очень интересно, с нетерпением ждем, когда же сможем прокатиться. Пока же призываем всех наших партнеров набраться терпения. Тех же, кто еще не поддерживает наш проект, призываем подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvedofisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда в любой ситуации у вас будет два варианта решения. Как минимум, строй Skyway, спасай планету!